Осторожно, рейдеры! Несколько запорожских бизнесменов выступили с обращением к своим коллегам и общественности с заявлением об опасности незаконного захвата предприятий. Инициаторами акции выступили учредители и руководители компании Harvest Industrialis, консорциума Energo MASH Engineering и магазина стройматериалов Metro. В нашем городе действуют рейдеры, утверждают участники пресс-конференции. В качестве наглядного примера они приводят случаи захвата предприятия Energo MASH Engineering. Захватили предприятие, захватили всю оргтехнику, транспорт, архивы, документацию конструкторскую, бухгалтерскую. И по сей день мы эти дела продолжаем, так сказать, в судах по возврату этой собственности. Бизнесмены опасаются, что подобная схема рейдерских атак может быть применена и к другим запорожским компаниям. По их словам им точно известно, кто стоит за всем этим. Поэтому наши заявления это своего рода предупреждение остальным, говорят участники пресс-конференции. Определенно какими-то доказуемыми вещами относятся к Евгению Александровичу Черняку. Ну и последовала дальше схема, классическая схема рейдерской атаки. Поставив на колени, разорив, дальше уже добить лежащего, лежащее предприятие, чтобы им заувладеть. Это конкретное предостережение. Потому что здесь действие с одной позицией. Либо с нами, либо, так сказать, подо мной, а я главный. Либо это против нас, все будет уничтожено. Речь идет об одном человеке. Еще раз говорю, Черняк Евгений Александрович. Если у кого-то есть еще сомнения, я готов второй это подтвердить. По словам выступавших, попытки рейдерских захватов продолжаются и поныне. Привлекая внимание общественности к проблеме, бизнесмены надеются найти защиту на государственном уровне. Как я это воспринимаю, это конкретный поход за возможностью влиять с теневой стороны на процессы, проходящие в городе. И каждая ситуация с нами, она должна каждому сказать, вот такое может быть парень и с тобой. Если государство борется за то, чтобы бизнес процветал и платил налоги, и платил зарплату, то, пожалуйста, любимое государство, защитите нас, дайте нам работать. Мы готовы нести любую налоговую нагрузку и все, что угодно, но только мы готовы работать в правовом поле.